У кришнуитов, у Гаудия Ваишнавов сегодня Новый год. Может, так немножко скромно он, в таком скромном исполнении сейчас смотрится, но это так оно есть. У Гаудия Ваишнавов, у кришнытов есть такой лагерь Гаудия Ваишнавов, это бенгальские кришнаиты, область Индии, северо-восток. И у Гаудия Ваишнавов есть лидер, Шичитани Махапрабху, и Гауда, это область, где он родился. Это было по Рождеству Христово 1586 год. То есть по исторической науке это совсем недавно. По теистической науке это было вообще вчера. То, что мы вот изучаем веды, концепцию вед, и мы видим, что они обращаются часто на тысячелетия назад, или даже на юге назад. То есть, например, там Нарда описывает истории, которые происходили в другом времени. То есть, как Эйнштейн говорил, что о разной категории времени, вот веды они описывают, что это было до времен, как Нарда говорит. Это было так давно, что было до времен, до юги, как веды говорят, юги двигаются, и до юги. Поэтому там, когда 200-300 лет назад, это было буквально, вот, да, это было вчера, то есть это было совсем недавно. И Гауде Вайшнавы, или бенгальские кришнаиты, они поклоняются Чичайтане Махапрабху, исключительно. Вот так. То есть, они поклоняются тому, кто пришел в 1586 году. И поклоняются ему, как Верховный Личности Бога. Даже так. Мало того. Утверждается, что это сами есть Кришна-Бхагаван. Ну, Кришниты, естественно, утверждают, что Кришна есть Своям-Бхагаван. То есть, Верховная Личность, управляющая всеми вся. И Гауде Вайшнавы, они считают, что этот Кришна, этот Кришна, он пришел, как Чичайтане Махапрабху. Не все Кришниты принимают это. Поэтому мы говорим о Гауде Вайшнавах, конкретно Кришнитах, которые поклоняются Чичайтане Махапрабху, принимая его, как Верховной Личности Бога, как неотличного от Кришны. Мы знаем много стихов, подтверждающих этого. Сварупа, Дамодара, Рагунадха, Даса, Гасами, где они говорят, что это одно лицо. Радха Кришна, Бхава, Дюти Суолитам, Наоми Кришна, Сварупам. Наоми Кришна, Сварупам. Одно лицо, они утверждают это. И в теистической концепции это очень мощное заявление. Как ни странно. Понимаете? То есть никто, хотя Кришна пришел как бы пять тысяч лет назад, и до этого, веды описывают его, но аватар, которые бы приходили, и которые бы потом говорили, что это сам есть Кришна изначально, такого вообще ни одного нет. То есть у Шичитани конкурентов на самом деле нет. То есть нет второго, который говорил бы, и я Кришна. Нет такого. Есть Пундерейка, Васудева, в Чиритане, Бхагаде описывается в 10-й песне, когда пришел один, как его, Пундерейк, как его звали? Да, да, Васудева, он себя называл Васудевой. Паундрака, точно, спасибо. Паундрака, конечно, Паундрака. Васудева, он себя называл Васудева. Васудева по фамилии, по рождению был Паундрака. Он называл себя Кришной. Но это был анекдотичный такой эпизод. И можно увидеть, что его жизнь была достаточно трагичная. То есть когда ты называешь себя Богом, то ничего хорошего не жди. Как и Паундрака. Он кончил жизнь свою трагичную и драматичную. То есть также можно вспомнить о Бхагдинутхакуре. Это смиреннейшая личность, который гонял всяких аватар, которые в Индии, знаете, народ религиозный. Поэтому нет, нет, появляются какие-то такие лидеры, какие-то такие источковые лидеры, которые объявляют так или иначе себя аватарами. Я знаю, у буддисов тоже есть много лам, таких фальшивых всяких там и прочих-прочих. Но вот в Индии тоже есть, только там они аватары. И Бхагдинутхакург, у нас на аватаре, один из парам, гурудев, изначальных гуру, он, будучи занимая должность судьи, он гонял вот этих аватаров и проявлял как бы суровую руку, наказывая их жестоко, жестко, не жестоко, но жестко, наказывая, то есть считая их людьми достойными наказаниями. Так оно и есть. Нашичитане Махапрэбхо, он не таков. Нам говорят, что, как мы сейчас пели, помните стихи вот эти? Там в переводе было написано, такие тоже сильные заявления, да? Что всю жизнь я прожил, Лочиндастакур пишет, да? Что я всю жизнь прожил, не поклонялся Махапрэбхоу. И сейчас я чувствую, что моя жизнь прошла безнадежно. Я умираю второй раз, чувствую себя атеистом, я умираю второй раз. То есть, ну, ты как бы умирай так, там, тебе сказали, вот тебе у тебя там такой-то диагноз, и ты уже умираешь. Вот ты лежишь, умираешь, и думаешь, что ты в два раза умираешь. Но это ведическая концепция. Чтобы это понять, нужно понять саму теистическую ведическую концепцию. Поэтому мы все-таки начнем небольшой экскурс. Что такое ведическая концепция, да? Что такое атеизм и атеизм? Это совершенно необходимо. И теистическая концепция, она говорит о том, ведическая, теистическая концепция. Говорит о том, что как Кришна говорит о Аджуне Бхагавадгиде, когда Кришне будет жалко убивать, тогда Кришна ему начинает разворачивать эту идею, что душа без смерти. Ты посмотришь, ты никого не убьешь. Тела, они уже вредны. То, что вредны, это аргумент. В этом же стихе есть в комментариях, что же самое хорошее, и Бхагава, когда есть такой аргумент интересный, что тело, это то, что не было. Ну, когда-то. Ну, и очевидно, что, например, когда-то, мы можем посмотреть пастору, там, Дмитрий Иванович, когда-то он родился. То есть, соответственно, до этого его не было. После определенной черты его отдать не будем. И Кришна говорит, что стоит искать, это то, что чего не было и чего нет. И раскрывая именно величие и бессмертие души. И веды именно строятся на этом, на посыль о том, что да, что нет. душа вечна. В общем, шанстры, веды, как ты говорил, они соглашаются с этим. Говорят, да, душа вечна. Душа вечна. Да, отлично. Душа вечна, тело, время, материальный мир, иллюзия. Что дальше? И тут начинается разногласие внутри ведов. Веды, они не агностики, не атеисты. Говорят, да, душа вечна. Но начинается спор, а в чем вечность души? Если душа вечна, а в чем ее жизнь, этой вечности? Или она лежит, как вечный камень? Серега. Вот душа вечно как? Как некий кристалл, который просто лежит вечно, как бриллиант, например, алмаз. Ну, крепкий. Он через миллионы лет будет лежать. Так существование души, это как кусочек алмаза? Или оно чем-то наполнено? Какой-то субстанцией, жизненной, или нет? Или само существование достаточно? Как эти, как говорят, жить хорошо. А что, жить еще лучше? Это вот сад, чин, ананда. Это вот, никуда не деться от этого вообще. Когда вопрос между жизнью и смертью, то все понимают, что по сравнению со смертью, жизнь, это прекрасно. Кто когда-то болел, или общался с умирающими людьми, только понимает эту концепцию, которую ты воспринимаешь от человека, который умирал, который он говорит, это прекрасно просто жить. кто был в тюрьме, или в армию, он тоже понимает, как прекрасно просто прийти пообедать, или спать, встать, пойти на работу. Это свобода, и просто жизнь. Это прекрасно. Но когда начинаешь жить, все-таки, так уж случилось, что ты не умер, и живешь, то сразу накрывает вторая вот это, что хочется жить хорошо. Ну, никак вот без этого не бойтесь. Уже тебе, и просто убеждение о том, что жить-то хорошо, что ты гишешь, радость о том, что у него что-то уже не сильно, ну, ну, что и дышишь, и хорошо, что дышишь, слава Богу, присынчиво, но хочется все-таки чего-то, чтобы сердце радовалось. Чтобы пахло приятно. И пахло приятно. Ну, то есть хочется много позитива, как говорим, да, ну, как люди говорят, много позитива, то есть какой-то. И вот в этом веке они спорят. Уже у них в этом спорят. Одни говорят, ну, все-таки, наверное, как камушек, ты будешь начать. Значит, нам называют эту идею моего, что все иллюзорное. Они говорят, да не, все иллюзорное. Все иллюзорное. И, ну, когда они говорят, все иллюзорное, это не замахивается на самое важное, на жизнь вот этой души, на ее существование, на вот это, на концепцию, что хочется жить хорошо, они говорят, не, жить хорошо не получится точно. Получится просто жить. Поэтому, на самом деле, моя вазская концепция, она некрасивая, она просто невкусная. Потому что тебе, вместо того, чтобы жить хорошо, тебя ограничивают сразу, говорят, что максимум, что ты можешь получить, это просто жить. Это максимум вообще. И при этом, тебя не будут бить, лежать, улетать, унижать, и так далее, и так далее. То есть, не будет этого кошмара материального мира. Будет мухти, ты будешь просто жить. По сравнению с ужасами, а с немцами, это, конечно, вдохновляет. Но, опять же, хочется хорошо жить. Это не удовлетворяет. И это не концепция решая, то есть, больше и больше получать. Это чувственное возлаждение. Но это, это потребности, это потребности души, это потребности сердца, нашего сознания. Что мы хотим, чтобы было радостно, чтобы присутствовали элементы счастья в этой жизни. Это совершенно необходимо. Если мы все-таки соглашаемся с этим, то в шаблоне единической концепции мы переходим на следующий этап. И говорят, да, жизнь, она наполнена, она она. Не только вечности, не только знания, а вечности, само вообще восприятие вечности, как знание, как таковое. Это уже знание, вообще любое восприятие, это уже знание. Стать чип, восприятие. То есть я живой, я чувствую, что я живой. Но ананда, это когда чувствуешь, что я счастлив. И, что я хочу счастья. Ананда, от ананда такой мощный аромат идет, что даже если ты его не чувствуешь в полной мере, что сама мысль о том, что я хочу счастья, это двигатель, это двигатель вообще нашей жизни. Во всех. Насколько бы она ни была искажена, от самого верха до самого верха. Это двигатель. Понимаете? Как нам говорят, Шрауна Мишну Смарму. Шрауна Мишну Смарму. Порчина Майднамастям, Сакьям Акмани Веду. Но на самом деле, я хотел сказать даже не про это, а про как там вот это, что Шаратха, Санхусанга, да, Баджина Крия. Вот эти этапы развития преданности, анархо-невритий, Нишка, Ручи, Асакти. Вот эти стадии, вот эти дальнейшие, вот эти, они именно развиваются, как Сачи Тананда. То есть, Ручи, Асакти, это вот, это вот, сейчас, это перспектива, которая нами движет. Перспектива, которая нами движет. И, соответственно, возвращаемся. Веды, они спорят о насыщенности жизни. То есть, тут они уже, допустим, переходим к персональной концепции. Убираем атеистическую концепцию. Майавадска убираем, все эти нервишейшие майавады. Они просто хотят жить. Окей. Они просто живут. Есть категория тех, кто ищет счастья. То есть, она тоже есть. Если что, и нет. Если она, может, маленькая, большая, не важно, но она есть. И Веды описывают. Окей, хорошо, для этой категории есть уктама Веды, где они описывают то, чем можно наполнить жизнь в вечности. Вечности. Чем же ее можно наполнить, действительно? Что из себя представляет этот вечный мир? Кем он контролируется? Как он разворачивается? Кто главный в этом мире вообще? И здесь, соответственно, тоже идет конкуренция концепции. Есть Вишну, есть Нарайна, есть Шива, есть Кришна. И градация Кришны. Да? И тогда мы разбираем эти концепции. Вишну, Нарайна, Шива, туда же можно его. Сада Шива, там, Маха Вишна. Это все одни категории. Это категории божественные. Это категории непосредственно, как можно сказать, того, кто называется Богом. То есть, это олицетворение у Парашара Муни, что там перечисление идет, они самые умные, самые сильные, самые красивые, самые смелые, самые свободные. И в основном это власть придержащие. Власть придержащие. И описывается в Акунхо, где люди, где живые существа постоянно поют хвалу на райне, и сами похожи на Нарайну. видическая концепция, она вот так развивает больше, чем другие теистические концепции. Не буду говорить, какие мировые, другие теистические концепции. То есть, даже сравнение рай, если сравнить, можно придумать многое, что придумайте. Давайте рассматривать, что оно там придумано, так сказать. Так вот, придумано наиболее интересное в шастрах, это вот описывается в Акунхо, например, в Багава, нигде нет такого описания духовного мира, как в Шримад Багава, как в ведической концепции. Вот это описание духовного мира прям удивительно, как будто, знаете, как репортаж оттуда. Все так, они так, и летают, и такие, и такие. И описывается, в принципе, неплохая концепция, такая интересная, что вот, они такие всевечные, они такие исполненные знания блаженства и удовлетворены своим положением, потому что все как бы, все ровно, все есть, проблем вообще никаких нет, все было, все будет, все было, все есть, и все будет. Это вот Вайкунха, такая, все было, все есть, и все будет. Здесь вообще никаких проблем. И, в принципе, неплохо, и даже очень неплохо. И Гопа Кумар, он когда дотуда дошел, то он был удовлетворен, действительно неплохо. Но Ананда, концепция, она глубже, чем вот описываемый мир. Хотя он прекрасен, сказал бы, чего туда добавить можно? Уже все, и действительно, это духовный мир. Но концепция Ананда, она олицетворена именно Кришной. И Кришна, это уже совсем другое. И концепция Кришны, она именно жизнется на красоте и очаровании, на сердечном принципе, на том, что, на концепции счастья и собственного удовлетворения. Вот как это не звучит, эгоистически, но живое существо, с точки зрения этой концепции, оно может получить собственное удовлетворение, именно отдавая себя центру красоты, счастья и очарования. То есть, я сейчас говорю об антологии, понимаете, не о сказках каких-то индийских, а в самой, то есть, о концепции, на которые мы опираем свое сознание. То есть, что нам нравится вообще, мы это выбираем, это не пустые слова. То есть, когда мы выбираем какие-то концепции, наше сердце, оно туда идет. То есть, хотим мы власть, мы идем в ту сторону, могущество в ту сторону. Просто себя обезопасить от страхов и боли, это совсем другая концепция. Но концепция счастья и очарования, она наиболее могущественная на самом деле. И хотя в данный момент она достаточно скрыта, прежде всего, в нашем сердце, глубоко-глубоко погружена внутрь, в самые глубины, в темные, что мы не ощущаем этой потребности достаточно сильно просто. Мы как бы живем ненормально. И тут мы походим в концепции красоты, очарования. И в единическом писании в этот момент на сцену выходит Кришна. Вот его рождение, Джанмаштами, рождается Кришна. Он такой прекрасный. И вот приходит Лила во Вриндаване, потом война на Курокшетре, политика, отрубание голов, еще раз отрубание голов, конечное отрубание голов, и Лила закрывается. Думаешь, про отрубание... Курокшетра, это же и после Курокшетры это все было определенным образом. И в этой концепции, опять же, Кришна, Он разный. Сейчас я говорил, это то, что я говорил, это Дварака Кришна. Дварака Кришна, это вот это, борьба, политика. И красота и очарование на заднем плане. Но Вриндавана, Вриндаван Кришна, Кришна Вриндавана, Шяма Сундар, или Нанданандана, Вараджендр Кумар, Яшода Нандан. Вот эти имена, как Махапрабху, когда его спросили про имена Кришны, я знаю только два имени, Вараджендр Кумар и Нанданандана. И все. Так вот, Нанданандана и Вриндавана это совсем другое уже песня. Это совсем другая песня. И это описывается в Шримад Бхагава. Только там, и нигде вообще. Потом далее в Чаритане, Чаритамрите. Так вот, Махапрабху, Шикришна, Чаритане Махапрабху, Он пришел, чтобы раскрыть именно эту концепцию. Понимаете, чтобы достать вот это сокровище с наших сердец. Чтобы его достать. Почему нам говорят, о, такое милосердие. Что милосердие? Он нам не подкидывает в кошелек деньги, например. Да? То есть, ну-ка, смотря какая милосердие. Что мы хотим от милосердия? Тут нам Шастра говорит, да нет, не об этом речь. Не о безопасности. Не о каких-то увеселениях. А о том, что мы забыли собственное сокровище, которое нам эту дорогу к счастью. И Махапрабху, Он пришел показать, показать именно нам Кришну. Как ни странно, Махапрабху, Он пришел показать, как это. Сегодня вот я только слушал лекцию. Все, наверное, слушали, потому что это десятиминутно все выкладывали, что Штар Махарадж. Помните? И там есть такая фраза удивительная. Он говорит, что экстаз, экстаз пришел дать нам гуру. И что это имеется в виду? Как он объясняет? Что вот это вот сконцентрированное ананда, оно пришло нам дать вот это направление. Гуру это направление. То есть гуру кто-то указывает. То есть как столпы. Гуру это не то, что одна личность. Одна личность, как вот Кришнадас Кираж Гасами, другим. Мы знаем по опыту наших парампоры. Как переходят личности. Как у них бывает несколько гуру. Это нормально. Я сейчас не призываю какое-то движение внутри этого. Но кто такой гуру? Гуру это тут показано направление нашего собственного счастья. У Кришны все просто. Поиск счастья. Душа она ищет счастье. И лучшее счастье предоставляет именно Вараджендра Нандана, Вараджендра Кумар. Нандана, все, такая концепция. Можно с ней спорить, но Махапуракху принес именно ее. И он ее так раскрыл, что спорить уже никто не смог. Он ее так раскрыл эту концепцию, что, знаете, это как Бхагава Махайту Капратихата Яятна Супрасидати Супрасидати Прасад это милость Супрасидати это как бы в квадрате или суть милости вот этой Ахайту Капратихата то есть концепция счастья очарования она настолько нам нужна, что Махапуракху когда ее раскрывает и показывает нам на живое существо это оказывает настолько мощное воздействие, что это называется Ахайту Ахайту Ки Апратихата то есть неудержимое и неостанавливаемое вот такое и ничто не может так снести это как это как танк или атомная бомба когда взрывается знаете вот эти кадры оно все сносит просто Ахайту Капратихата это Ахайту Капратихата то есть Апратихата это неудержимое то есть вот именно как этот танк или как взрывная волна от ядерной бомбы вот такие сравнения нам дает Гурдов это я сам дослышал то есть настолько мощное воздействие очарования и красоты на наше сердце то есть мы просто должны это запустить мы должны вот это принять вот самую вот эту вот сладость которую дает Шичитане Махапрабху и причем нужно понять в правильном контексте эту сладость вот Шлагасай Махараш помните как у него совсем не было Мадхури Алилы у Гауранги Махапрабху то есть вот совершенно то есть он был очень строг понимаете это сделано тоже не случайно Кришна Он позволяет себе все потому что он таков потому что он своем бхагаван на Дананду именно там в самом центре Вриндавана Он позволяет себе все вообще но когда Кришна пришел к Шичитане Махапрабху а Шастру утверждает и причем Шастру до прихода это говорили что придет сам Махапрабху Кришна варным это Хаджана Риши говорит Бхагаву там за много за много за много до прихода Шичитане Махапрабху есть множество стихов подтверждающих его приход один из них это Кришна Варнам Твиша Кришнам Санго Пангаста Паршадам Ягья Санкирт Напраяр Яджанти Хисум Медхасах Кришна Варнам Твиша Кришнам Риши говорит что он сам Кришна то есть Кришна Варна Атвиша Кришнам но в то же время он не черный нам описывает что противоположен черному это золотой это золотой и здесь мы вспоминаем что Кришна он пришел не просто так сам бы он не смог нам говорят что почему он золотой потому что этот этот Кришна который пришел как он полностью поглощен идеями Шимати Радхарани и любовью к Шимати Радхарани какой-то прямо Дхама до Вастутри в одном из ключевых стихов я могу потом показать кто хочет он один из ключевых стихов один из многих ключевых и один из многих ключевых стихов очередных и там говорится помните как это когда Махапрабху он пришел во Вриндаван пришел во Вриндаван и сел по Тамариндовым деревам помните Тамариндовое дерево это место которое очень отмечал Шилаштар Махараш Шилашарасватьтакур Тамариндовое дерево там оттуда где Кришна он с этого Тамариндового дерева он он прыгал в воду и проводил около дерева лилы с гопи когда отбирал у них одежду и прочее то есть это внутренние лилы и когда Махапрабху пришел к этому месту во Вриндаване описывается прямо Дхамада Вастутри что он когда он когда там сел около этого дерева он погрузился в воспоминания понимаете это изначально Гаурататва там образовалась и о чем же думал Кришна когда он там был о чем он он погрузился в воспоминания об играх с гопи и он и он вспомнил и как бы ушел в сладость и красоту Шиматя Радхарани он об этом думал Гаурангаманхапрабху он с этой стороны выходит это не идея Кришны знаете или там Кришна он так развился и стал Гаурангой можно сказать что на него уже оказано было такое влияние любовью и красотой что его соприкосновение с любовью Шиматя Радхарани с красотой Шиматя Радхарани его соприкосновение Кришны с этим на него на него такое оказало воздействие глобальное что он превратился в Шичитане Махапрабху то есть он пришел это сам Кришна но он у него умонастроение из сердца Шиматя Радхарани то есть фактически это она пришла в его облик вот так он вот так вот и поэтому единственное что делаешь Шичитане Махапрабху по-настоящему это он каждым вздохом каждым движением он опять же вот в этом ролике который вы выложили да сегодня 10 минут там Шилы Шарма хорошо рассказывает да каков он что он каждым движением тела каждым взглядом каждой мимикой каждым словом он он давал людям Кришну сладость давал людям Кришну но давать людям Кришну и сладость Кришны и это может исключительно одна личность это не то что там одна то есть вообще не два три и пять шесть а одна все остальные полномоченные одна личность может давать Кришну соответственно если пришел Шичитане Махапрабху и он дает Кришну то это она дает Кришну это не он дает ну в смысле это вот сам сам Кришна который превратился в Шимати Радхарани в каком-то смысле то есть он не переоделся в нее но он стал как она у него даже кожа стала как у него из сердца вот прям Шашара Махараж говорит сердце бьется у него ее и поэтому вот эти начальные лилы они так-так и вот то что я сейчас говорю мы подошли к самому вот этому консенсусу и это произошло в последние 12 лет Махапрабху как мы вот когда говорили вот это письмо упоминали о Двайта Ачаре когда Двайта Ачаре написал письмо что уже все обезумели вообще что вот это что было так дорого оно все разграбили произошла революция и все кассы разграбили и все богатые стали уже и после этого после вот этого Махапрабху 12 лет тогда все все ушло ушла работа как таковая ушла лила аватарская деятельность все все и тогда полностью была получена Радхабхавой он был полностью получен Радхабхавой последние 12 лет то есть и это описывается его как внутренняя причина его прихода то есть еще помимо всего прочего помимо нашего блага нам даже описывают что же Кришна то хотел вообще от этого всего то есть настолько близкие личности Кришне что они позволяют себе и вполне обоснованно описывать даже то что Кришна ищет в этом вот своем походе что ему то что надо его бонус в чем Кришна не такой что он делает ну как бы без бонусов ну я маншатрирую немножко вы понимаете что его то в чем и Кришна скажет аж Гасава описывает внутреннюю причину и внутренняя причина это именно вот понять любовь Матерь Радхарани или что же она чувствует и там она разбивается даже внутри помните мы поем там Трояс Матху Джейра Джейара там вот это есть Матерь Радхарани зная о троясном желании Кришны сладко улыбается Матерь Радхарани Матерь Радхарани Матерь Радхарани а что же она улыбается зная вот его и его как ее первое это что он хочет понять какова любовь к нему поэтому он хочет понять что же чувствует Матерь Радхарани и третье это он хочет понять а как же так бывает когда тебя любит Кришна безумно и понимаете чтобы это понять нужно стать Матерь Радхарани поэтому он ей становится и тогда он понимает что же это что же это такое когда тебя Кришна любит безумно и вот он ну понимаете мы смотрим на это естественно мы не совсем понимаем о чем речь идет но это нормально Кришна не понимал этого даже он захотел понять это а что же она чувствует любовь к Кришне это прекрасно каков там вот эти три концепции первое это то что он хотел понять как же Матерь Радхарани видит Кришну то есть он хотел понять себя через ее взгляд как она его видит после этого понять каково качество любви Шаматерь Радхарани и третье это что же она ощущает когда любовь Кришны обрушивается на нее это вот это внутренняя причина Ишила Ишила Пхак Исутфир Гасай Махарадж вчера он давал замечательную лекцию помните и он говорил когда он заканчивал он говорил а завтра мы вернемся и разберем три внутренних причины по которой пришел Шичи Тани Махапрабху три поэтому мы сегодня можем прийти осмотреть там сегодня завтра когда конечно именно Шилагосвай Махарадж по-настоящему раскроет эти причины потому что это не только сложно и трудно но и такая очень тонкая тема который не просто подобраться но нам всем повезло потому что мы соприкоснулись с Парам Гуру с Шилагору Девом с его посланниками и нам есть кому обратиться кого послушать вот такое общее читание Махапрабху поэтому нам невозможно преувеличить его роль по отношению к нам и не надо думать что это индийские сказки или бенгальские какие-то учения или сказки всегда нужно сначала смотреть на антологию на то о чем говорится в принципе вообще как Шилаштар Махарадж он даже говорит когда о Кришне он часто говорит не Кришна а абсолютный центр именно антологически почему он это делает потому что под Кришной многие подразумевают так, так, так а антологически это так абсолютный центр центр чего центр всего прежде чем центр нашего сознания мы уже говорили об этом что все стремятся к счастью или нет веды допускают эту мысль что да все стремятся к счастью и говорят ну смотрите счастье это это тоже сознательная функция просто говорят нет ничего материального все сознательно и проводят имена и семейные пары там боль вышла за ад помните в Багаве Миракара вышла за того то есть все боль ад унижение смерть это все олицетворение есть то есть сейчас нет ничего не личностного то есть все есть олицетворенное все есть олицетворенное и мы личности соответственно когда мы живем то мы движемся в сознании в собственном и соответственно в сторону каких личностей мы движемся. Это наш выбор личный. Наш личный выбор. И так как сладость правильного выбора она безгранична, то мы естественно выбираем концепцию Кришны. Живое существо естественно выбирает концепцию счастья, очарования. Совершенно гармонично и естественно для себя. Без какого-то либо насилия. Понимаете? То есть жизнь в поиске Шикришны, она не состоит из тяжелых утренних вставаний, многочасовых барматаний, отказа от себя. Это с одной стороны можно так сказать. Это как в Бхагавадгите говорится, что для тех, кто бодруствует, эта жизнь кажется сном. Для тех, кто открыл внутреннее видение, сон кажется материальной жизнью. И тот, кто ищет чувства их наслаждения, он мечется, лишая себя подлинной радости. Пытался это вот комментарий такой. Лишая себя подлинной радости. Поэтому единственное, что нас может по-настоящему закрыть это. То есть вот именно, что закрыть. Поэтому мы и говорим об иллюзии, об амахамай, что когда определенное состояние, у нас есть негативное, недостойное состояние. У нас просто близко не подпускают к этой концепции. То есть мы не можем даже о ней думать. А что, разве можно думать? Невозможно, но попробуйте подумайте, там, о Кришне, или там, еще о чем-то. Это так же, как механическое чтение. То есть одно дело слушать, а другое дело слышать. Также одно дело, знаете, как смотреть и видеть. И так далее, и так далее. То есть вот это переход от формы к сути. От формы к сути переход. И здесь этот переход, он может произвести только по милости. Только по милости. Несмотря на какие убеждения нам не помогут. Долгие лекции о собственном счастье, там, еще о чем-то там. Если у нас, собственно, внутри есть концепция счастья, мы ее должны менять просто, и все. Мы ее должны менять. И опять же, про личности, да, что есть ад, есть так, есть такие личности, есть страх. Все это определенные категории личности, именно персональные личности. Так вот, шастри утверждает, также есть радость, счастье, удовольствие, блаженство. Это тоже личности. Тоже личности. И, соответственно, одна личность здесь, которая листворяет собой по принципу понятия красоты и счастья. Шастри говорят, что красота и счастье это одно и то же. что мы, живое существо, оно жаждет красоты. Очарование, гармония такого, знаете, вот. И эта гармония, очарование приходит в соприкосновение с счастьем. И тут ошибка и иллюзия, оно приходит, оно, оно, иллюзия, это как вот Мефистофель, оно просто нашептывает нам то, что счастье это есть ты. Глупость, конечно, полная, но тем не менее. И что ты должен себя удовлетворять. Говорят, да несчастье это вот, в зеркало подойти, какое-никакое, есть вот его, вот над ним работай. Мы всю жизнь это делаем. И что-то мало кто осчастливился. Горанга от этого. Мало кто от этого осчастливился, потому что нет соприкосновения с счастьем. Потому что мы не есть сами счастье. А соприкосновения со счастьем нет. а потребность есть. И потребность очень яркая на самом деле, очень насущная. Нет ничего более насущного, чем потребность в счастье. Как это может быть не просто не банально звучит. Именно эту потребность нам закрывает Ши Читани Махапрабху. И вот когда мы говорим последние 12 лет он погрузился в пхава аверпхав вкушение собственной сладости. Ушел в счастье. То да, но первые 24 года он как раз первые 24 года он как раз и показывал нам, работал как бы для нас. 48 лет Махапрабху прожил. И последние 12 лет он с людьми не общался вообще. Соответственно 36 лет он проявлял элилы, игры в основном направленные на воздействие на нас. То есть чтобы на нас произвести впечатление. Последние 12 лет он уже произвел впечатление только на себя. То есть там была собственная работа. Там не было впечатления. Хотя опять же косвенные некие признаки они просто вырываются с гампхиры так, чтобы более чем производить впечатление. Но вся работа была она до этого. Учеба. Сначала он достиг великих научных достижений, когда его признала вся научная диаспора в того времени. А Новодиба была столицей науки. Соответственно научная диаспора была очень мощной и его признали. То есть он получил очень серьезный авторитет среди ученых. Мы знаем там Братил Джигай Матха и так далее и так далее. То есть заработал такой авторитет социальный в обществе. И после этого начались духовные преобразования все больше и больше сильнее направлены на воздействие вот на это общество. То есть на нас. В этом милостью читать Маха Прабху. Потому что он правда пришел и с ним пришли Нитинанда Прабху Адва Атачарья Гададхара Шривас другие Паршады и когда и ведические писания они обогатились Шри Чайтане Шри Чайтане Шри Чайтане Бхагаваты концепции Маха Прабху вообще как таковы они обогатились изумительно. То есть наконец-то веды они стали полноценными полноценными теистическими писаниями только после этого после того как они обогатились Чайтане Лилой и все это произошло сейчас в эту Кали-югу нам говорится что это редкая Кали-юга что Чайтане Маха Прабху приходит в одну из тысячи Кали-юг одну из тысячи только соответственно мы выиграли один шанс из тысячи что бывает редко это тоже можно нам оценить аргументация которая обращается к нам она очень разнообразная начиная от упреков подтверждениями всякими расчетами как вот это вот тысяча один из тысячи смотри не упусти свой сайенс то есть значит тебе обращаются к расчетливым наклонностям например если ты хочешь посчитать ну посчитай посчитай ты посчитай ты же насчитаешь что тебе же дураку выгодно самому ну посчитай если ты хочешь посчитать ну так посчитай хорошенько только посчитай чтобы не ошибиться и ты когда начинаешь считать думаешь ну да действительно расчет такой, что надо сделать это. Это тоже определенная фаза убеждения. На дальнейшем уже это не так работает. Но мы всегда можем оценить Швичитани Махапрабху. Как это произошло. Что это коснулось так или иначе, эта концепция, эта изумительно красивая идея, которая коснулась нашего осознания, нашего ума, наших сердец. Наша реакция на это, она может быть негативной. Исполненное оскорбление. Но как Бриндавана Стакур говорит, что да, конечно, я незначительная личность. И говорить обо мне, это неблагоприятно. Я не могу сказать я так, я сяк. Но он говорит, ну я не могу не рассказать о Нитинанде Прабху. Потому что несмотря на то, что я вот такой всякой инвалид духовный, все равно я не могу отрицать то, что я встретился с Нитинанде Прабху. Не могу отрицать. И поэтому я рассказываю о Нитинанде Прабху. Поэтому я рассказываю о Щичитане Маха Прабху. И в этом смысле мы все, как Бриндавана Стакур, мы в этом же положении находимся. Мы не можем отрицать, что мы не встретились с этой изумительностью, этой сверкающей идеей, которую нам вот так прям передают в нашу Гуру Парампара. От Бхагавана, Шиле Бхакти, Санта Кура, Бхакти, Водха Кура. Это просто я вспоминаю самые такие основы. Шиле Штхар Махараджи, Шиле Бхакти, Сундур Говинду, Дэв Гасай Махараджи, Шиле Гасай Махараджи, Шиле Бхакти, Бхакти, Аватхут Махараджи. То есть другие Махараджи, преданные. То есть эту концепцию они нам передают. Если мы настроены хоть немножко правильно, то она будет действовать и работать. То есть эта пилюля, она очень мощная. Очень мощная. И именно вот эта пилюля, вот этот спрыск вот этой идеи о красоте и очаровании в таком духе, как это принес ей читание Махапрабху, она очень мощная вещь. Знаете, как говорят, ты хочешь жить спокойно, не слушайте эти вещи. Если хочешь жить спокойно, просто спи. Не надо. Не просыпай. Если ты проснешься, а потом заснуть уже будет тяжело. Но, нам же опять говорят, но, это одна сторона медали. Негативная сторона медали нам говорит, ну смотри, если ты накопишь вот по отношению к этому свой негатив, свои аппаратки, свои оскорбительные наклонности, можно сказать, ну как так, по отношению к такому красивому и вот так вот прям плюнуть. Ну, давай теоретически представим. Практически, конечно, это невозможно. Но практически. Мы можем сказать, ну да, практически, наверное, бывает какое-то негативное отношение. То есть, я имею в виду, когда к нам обращаются с нежностью, а мы в ответ грубим, хамим, как-то оскорбительно себя ведем, разве этого не бывает? Разве это так невозможно? Так нам говорят, ну вот ты по отношению к этому постарайся вот это, Трэнато Пи Суничина, Тараро Ра Пи Сахишна, Аманин Аманадена, Хритя Пхритя Притеся, нам много-много об этом говорят. Почему? Они говорят, что ты перед начальником на работе Трэнато Пи Суничина. Всего, перед начальником на работе, вот инструкция даже frameworks, это все, что ты ему должен, без всякого там Суничина, да, или там Хритя Притеся, или там так далее, так далее, то есть, это не те объекты. Так ты выбери этот объект правильный и к нему поклоняйся, и старайся не менять это отношение. Ты чувствуешь вдохновение, но не теряй его. А теряется только из-за негативного отношения, какого-то оскорбительного, на основе зависти, на основе непринятия, на основе жестокосердия, на основе всего вот этого, грубости, халатности по отношению именно всегда к преданным. То есть не надо там думать, что мы можем оскорбить Кришну, Гаурангу, или там Гуру Дева. У нас слишком рупор маленький, но они нас не услышат. Это как, ну, например, мы даже не можем толком оскорбить, например, Владимира Владимировича. Толком мы не можем оскорбить. То есть мы можем на своем местечком месте что-то крикнуть, но он даже не услышит. Чтобы до него донести свою мысль, нужно самому как-то так, чтобы он тебя увидел. Поэтому нам говорят особенно внимательно посмотри на Вайшнава. Вайшнава, не посланцы, чечетани Махапрабху. Вот то, что вот вот этот бриллиант, который он нам дает, вот так на вытянутых руках, как на блюдечке с золотой каем, с синей каемочкой. Вот это нам говорят. Ну, ты только сконцентрируйся и постарайся блюдечкой это не разбить, а свыжи голову. не сходи с ума. Не сходи с ума. Сходи с ума может только от оскорбления от аппаратов, но это негативно. Все равно позитива больше намного, поверьте, намного больше позитива. Концепция настолько изумительная, настолько притягательная, и настолько она нам качественно преподносится наша гуру Парампары. Настолько к нам обращается с таким запалом доброжелательства, доброго, нежного отношения к нам. Но где мы еще найдем вот такого в этом мире? То есть у меня даже идей таких нет, в принципе. А вот у Махапрабху они есть. Поэтому наша задача, чтобы это оценивать и оценить это. И даже те крохи, которые до нас дошли, вот эти крохи хранить изо всех сил. И приумножать. И никогда их не отдавать. И ни на что их не разменивать, эти крохи. То есть если мы оценим стоимость, стоимость этого сокровища, хотя бы чуть-чуть. Потому что если мы оценим это сильно, как Билл и Магалтхакур, понимаете, он оценил это сильно. Он сразу жизнь поменял за одно мгновение. Говорят, ну ладно, не обязательно. Не все же Александра Матросова. Ты там, ну хотя бы рой окоп в тылу. Ну давай, молодец, получи медаль тоже за отвагу. Рой окопы. Билл и Магалтхакур, он сразу отказался от этого. Когда эта концепция, она к нему пришла, он отказался сразу. За одно мгновение. Так же и другие примеры, много таких. То есть таких, когда личность соприкасается с таким сокровищем, сила душевная и искренность настолько сильная вот у этих личностей, вот эта внутренняя чистота, искренности, что уже ничего не надо больше. Все. Он принимает это раз и навсегда. Поэтому мы должны с уважением и любовью относиться к ващнам, к преданным, к шичитаниям Махапрабху Кришне, к их Паршадам, к спутникам. И тогда это семя преданности, оно превратится в Бхакти Латабиджу. Шастра описывает это буквально таким метафорическим образом, что это семя, оно из сердца вырастает в росток. Этот росток, он растет, растет в духовный мир, туда пробивает всю паровьему и обивает лотосные стопы Кришны. Это росток, росток чувства Кришны. Сейчас у нас нет этого чувства. Не можем, ну как бы, но нет. Почему? Махапрабху что говорил? Помните, он просяг говорил, что у меня нет этого чувства совсем. И у вас нет, он говорил. Потому что если бы вы знали, что вы потеряли, вы бы не смогли жить. То есть настолько мощная концепция этого сокровища, что если бы вы знали, что вы этого потеряли, жить не смогли. Махапрабху, он сам говорил, что где он говорит, что он почему? Я плачу. Ну ты же плачешь постоянно. Мы же видим, ты обрываешь от любви к Богу. Ну собственное отношение Махапрабху какой себе был. Он говорит, нет, нет, я на самом деле это не так. Я плачу, чтобы обмануть вас. Чтобы показать, что у меня это есть. А на самом деле у меня этого нет. И как, помните, Шилаштар Махараж говорил, когда вот эта концепция, когда ты настолько пустой, как вот Махапрабху показывает, что нет ничего. Вот настолько пустой, жажда одна только. И тогда ты полностью будешь заполнен этому. Но он говорит, что милости это как это, крипасиндху. Что милости, это не просто, когда хочется пить, и тебе дают стаканчик, вот так. То есть милости, нам говорят, милости океан. Доброго, нежного отношения к нам. Это не просто, знаете, достаточно. Это океан. Невообразимо. То есть не просто там этого много. Этого бесконечного много этого. Что мы хотим этого. приглашали на праздник. А вот мы помылись, после этого нас все испачкали краску. В холле, да? В холле. Да. Показать фотографии. Я говорил о той концепции, которую нам принесли, что читание Махапрабху, его посланники, ближайшие паршады. Бхагаван Шала-Бхактихстан, Сарасвайт-Такур, Шала-Штар Махарадж, Шила-Гуру-Дев, Шила-Гасвай Махарадж, Шала-Бхакти-Бемалатхут Махарадж, другие Махараджи, то есть другие вайшнавы, там, семейные, несемейные. Я думаю, что в мире нет высшей концепции наших впечатлений. Нет. Я не могу сказать, что это самое большое. Да. Я тоже пытался сказать, как-то не получалось, что оно высшее. Как-то не получалось. Ну, антологически, вот я хотел сказать, что, знаете, многие говорят, например, про то, что у нас высшее, у них высшее, но не могут это сколько-нибудь объяснить и доказать, то концепция Махапрабху, она исполнена объяснений и логических, и эмоциональных объяснений, почему это высшее, именно антологически. То есть, да, как мы начали разбирать, что сначала атеизм, потом атеизм, атеизм может быть такой, просто нирвана, потом просто жизнь хорошая, жизнь такая хорошая, там, с Вишну, с Нарайиной, с Кришной, Кришна Дварака, Кришна Вриндавана и потом Махапрабху, который приносит именно Кришна Вриндавана. Кришна Вриндавана. Кришна Вриндавана. Кришна Вриндавана.